Витаю! В этом видео в PrepaMax мы посчитаем однопролётную двутауровую балку, загруженную равномерно распределённой нагрузкой. Итак, для начала в FreeCAD создадим расчётную схему. Я буду использовать конечные элементы пластин, поэтому 3D-модель состоит из поверхностей. Экспортируем её в формат STP. 3D-модель создавалась в миллиметрах, поэтому оставляем миллиметры. Теперь переходим в PrepaMax. Создаём новый проект. Модель была в миллиметрах, поэтому выбираем миллиметры. Теперь импортируем 3D-модель. Правильность размеров 3D-модели можно проверить при помощи масштабной линейки или при помощи инструмента сведения. Как видите, модель у нас импортировалась в правильном масштабе. Как видите, модель у нас импортировалась в правильном масштабе. Импортировалась не с теми размерами, её можно отмештабировать прямо на месте. У меня масштаб правильный, поэтому можно оставить всё как есть. Как видим, модель у нас импортировалась россыпью. Перед тем, как генерировать сетку конечных элементов, её нужно объединить. Поэтому создаём компаунд. Вот наш компаунд. Далее будем работать только с ним. Теперь в настройке сетки. Добавим параметр с плотностью сетки конечных элементов. Также я хочу, чтобы сетка конечных элементов состояла из четырёхугольных пластин. Поэтому добавим ещё алгоритм разбиения на четырёхугольники. Теперь можно создать сетку конечных элементов. Создавать её будем на основе компаунда. Вот такая вот аккуратная клеточка у нас получилась. Теперь создадим группу объединения узлов. Этого делать не обязательно, но с ними гораздо удобнее. Создаём группу для шарнирно-неподвижной опоры. Группа для шарнирно-неподвижной опоры. И группу для распределённой по длине нагрузки. Создаём материал. Придумываем ему имя. Добавляем в него плотность. И упругие свойства. Модуль деформаций. Коэффициент по ассона. Добавим толщину к пластинам. Она у нас находится в Shell Section. Помечаем, что это у нас будет полка. Пишем её толщину. Указываем относящиеся к ней элементы. И то же самое делаем для стенки. Да, тут же в Shell Section мы указываем материал, который будет назначаться конечным элементом пластины. Теперь создадим расчёт. Он у нас будет статический. И состоит из единственного статического шага. В параметрах вывода результатов включим трёхмерный вид, чтобы увидеть толщину пластин. Создадим опоры. Шарнира неподвижная. Закрепляем узлы по X, Y, Z. Повороты оставляем свободные. Вот тут и пригодились ранее созданные группы объединений. Выбираем соответствующую группу в списке. Вот она даже подсвечивается на схеме. Аналогичным образом создаём шарнирно-подвижную опору. Вот она подсветилась на другом конце балки. И в этот раз закрепляем её только по Y, Z. Добавим нагрузки. Собственный вес – это гравитация. Пишем ускорение свободного падения в направлении – Z. Добавим равномерно распределённую по длине нагрузку. Препо-Макс для пластин есть такая. Но ввиду ограничений каркуликса, её можно приложить только на свободный край и только вдоль пластины. Поэтому для нашего случая она не подходит. Но это не велика беда, так как любую распределённую нагрузку можно задать в виде набора узловых. Поскольку шаг узлов сетки конечных элементов у нас равномерный, чтобы узнать значение эквивалентной узловой нагрузки, достаточно разделить значение равнодействующей распределённой нагрузки на количество узлов в группе. Например, распределённая по длине нагрузка у меня 24 кНм. Умножаю на длину пролёта, у меня это 3 м, и делю на 241 узел вдоль балки. Таким образом, на каждый узел я должен приложить 300 Нм. Добавим узловую нагрузку. Выбираем группу узлов для нагрузки. В направлении Z пишем значение нагрузки. Поменяем цвет, чтобы отличить её от гравитации. Ой, не то направление. Оно должно быть минус Z. Всё готово к расчёту. Можем его запустить. Расчёт окончен. Обязательно нужно нажать на кнопку «Результаты», чтобы их загрузить. Если вы об этом забыли, результаты также можно загрузить через контекстное меню. Увеличим масштаб перемещений и посмотрим, что у нас получилось. Вот наши прогибы перемещения вдоль Z. Напряжение по мизису. Напряжение по треску. Нормальные напряжения. Очень удобно, что абсолютные значения главных напряжений объединены в одном пункте. И также их компоненты можно посмотреть по отдельности. С помощью инструмента сведения можно посмотреть значение напряжений или перемещений в интересующей точке. Можно включить анимацию, которая покажет этапы нагружения. Можно включить анимацию, которая покажет этапы нагружения. Чтобы узнать реакции опор, нужно в вывод истории создать пункт, в котором поместить узловые нагрузки. Мне интересует компонентом вдоль Z. Далее выбираем узлы, на которые были наложены связи. Нажимаем ОК. И вот у нас табличка узловых нагрузок на опоре. Если их просуммировать, получим значение опорной реакции. Конечно, это удобнее всего сделать, если их скопировать и вставить в какие-нибудь электронные таблицы. На этом всё. Дякую за увагу. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok